В этот раз мероприятие, приуроченное ко дню освобождения Смоленщины, было организовано как краеведческий турнир «Ты – частица родимой Смоленщины». В нем приняли участие три команды четвертых классов по пять человек в каждой. Состоял турнир из шести этапов. Визитная карточка, в которой команды должны были представить свое название, девиз и эмблему. Конкурс «Домашнее задание», где ребята заранее готовили презентацию «Ими славится Россия» о известных людях области. Видеосалон. Здесь участники должны были назвать памятники, которые им показывали, где они расположены и кому посвящены. Конкурс «Кто я?» – в нем учащимся зачитывались отрывки из биографии знаменитых людей области, а они должны были определить, о ком идет речь. Викторина – край родной на век любимый, в которой мальчишки и девчонки тянули билеты с вопросами о природе, культуре и истории родного края. В этом этапе были вопросы, которые поставили ребят в тупик, но они все-таки смогли найти ответы и выступить достойно. И последний конкурс «Собери картинку». Нужно было собрать из кусочков изображение достопримечательности и назвать ее. Побеждал тот, кто сделает это первым. Болельщики поддерживали команды дружными криками и шквалом аплодисментов. Чтобы командам было легче справляться с конкурсными заданиями, им на помощь пришли ученики третьих классов. Они приготовили презентации о достопримечательностях и известных людях Смоленщины. А участникам оставалось только внимательно их слушать и запоминать, что они с успехом и воплотили. Все конкурсы краеведческого турнира оценивались по пятибалльной системе. Участники очень старались, но, к сожалению, в любом конкурсе победитель может быть только один. Им стала команда 4-го В-класса «Смоляне». Ура! Мы победители! Нам задали вопросы, мы каждый дома свой вопрос подготовили. Мы пришли и репетировали в классе. Все участники и победители турнира получили памятные призы и грамоты. К слету дружины ученики первых-вторых классов подготовили выставку конкурс рисунков и поделок на патриотическую тематику. Им также были вручены грамоты.